Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня отвечаю на очень популярный вопрос. Очень много было запросов сравнить вот такую антенну VARIUS, панельную, антенну, естественно, MIMO, вот с такой пушкой. Это та самая пушка, которая четко работает в резонансе на частоте 1800 МГц. Она, естественно, КЗ-шная, коротко замкнутая. Она, конечно же, MIMO. Мы используем вот такие хорошие кабели. Я вот такое временное крепление, буквально, что называется, на слюне, прости господи, сделал ее. Но ничего, она у нас направлена в ту же сторону, куда мы сейчас будем направлять и нашу антенну VARIUS. Напомню, это панель, которая у нас без логотипа. То есть вы просили антенну с плоским пластиком, чтобы не было никакого обозначения. Вот, пожалуйста, в предыдущих видео есть информация по этой антенне. А сегодня мы сравним и посмотрим. Поскольку есть утверждение, что якобы пушка работает лучше, чем панельная антенна, давайте посмотрим. Я, честно скажу, я не знаю. Сейчас включим и все увидим. Поехали, ребята! Кабели приходят у нас в помещение. Соответственно, через такие переходники RG316 все, как обычно, все 50 Ом. Все подключаем мы в модем. В данном случае с сим-карты у нас стоит оператора Megafon. Кинетик. Ну, то есть самое обычное решение, которое почти все используют на датчах. Ну, что называется, да, вот кто располагает хорошими средствами, понятно, переходит уже на новые решения, на модульные. А кто не располагает достаточными средствами, все еще работает на таких вот стандартных компонентах. Почему нет? Модем прекрасно работает. Роутер Кинетик тоже прекрасно работает. Давайте посмотрим, значит, что у нас есть. У нас есть вот такая картинка. Так, значит, мы видим сигналы. Сигналы у нас идут от базовой станции BCC4D07 на частоте 1800 МГц. Ширина полосы 20 МГц. Неплохо. И вот такие показатели. Значит, у нас, соответственно, идет RSRP-80. Вполне приличный с этой антенной. Синер что-то хромает. Там небольшой плюс. В основном минус 4. RSSI-48. Ну, собственно, вот то, что и мы имеем. Модем я, ребята, зафиксировал. Он у нас сейчас принудительно. Находится на диапазоне 1800 МГц. Почему? Ну, потому что, потому что так надо, чтобы он никуда не убегал. Сейчас покажу. Не все модемы имеют такое меню, подчеркиваю. Вот данный модем такой сервис имеет. И, соответственно, мы можем выбрать определенный частотный диапазон. И модем в этом частотном диапазоне зафиксировать. Вот получается B3. Мы четко подвесили. Вот такая картинка, друзья. То есть, по сигналам мы с вами только что все посмотрели. Сигналы зафиксировали. Скорость, я думаю, тоже мы сравним обязательно. Ну, хотя скорость, конечно, будет всегда меняться. Это понятно. Но, тем не менее, опять же, ради интереса, те, кто хорошо понимают, что есть, что, прекрасно понимают, что скорости у нас в основном всегда блавают. А вот показатели по качеству сигнала, они максимально стабильные. Так, какой у нас сервис тут? Ретина, да? Так, сейчас найдем мы его. Ну, хотя можно, в принципе, я думаю, на любом совершенно сервере взять. Не имеет значения. Какой-то воскресенский выдает здесь. Давайте на воскресенский тогда будем делать замер. Большой разницы нет. Главное, чтобы сервер был один и тот же. 23 пинг. Скорость у нас сейчас идет 10 мегабит. Ну, наша базовая станция, честно говоря, на 1800 вообще какая-то хромая. Ну, ладно. Главное, чтобы понятно. Сейчас сделаем несколько замеров. Потом повесим панель. И сравним с панельной антенной. Посмотрим, какая будет разница. Ну, да, видите, какая перегруженная базовая станция. Все как всегда, как говорится. Все как всегда. Так. Давайте еще раз. Делаем повтор 11 на 33. Да, у нас получилось 11 на 33. Так. Здесь, соответственно, у нас сейчас пинг тот же. Скорость примерно та же. Даже, видите, немножко просаживается. Скачивание. Сейчас посмотрим загрузку. Посмотрим, как у нас сигналы в этом случае не хромают. Или обратка, видите, как большая. Нет, сигналы также. Ничего не просаживается. Так. Обраточка. Ну, вот 9 на 33 получается. Ну, и давайте третий раз, да, друзья, чтобы, как говорится, у нас хоть какая-то там минимальная объективность с этой скоростью была. Давайте опять сделаем замер. Посмотрим еще разок. Ну, довольно стабильно она работает. Стабильно загружена, будем говорить так, базовая станция. Пинг чуть-чуть лучше. Скачивание в районе десятки. И сейчас посмотрим загрузка. Ну, да, загрузка под тридцатку. Так. Ну, здесь все понятно. Потом тоже графики выведем, посмотрим. Значит, что я сделаю сейчас. Сейчас не тянем время, все делаем лаконично, конкретно, по делу. Вот сигналы, пожалуйста, стоп ставьте, запоминайте сигналы. Сейчас я подключаю панель и смотрим, какая будет разница. Итак, друзья, пушка у меня уже в руках. Хорошая, замечательная антенна. Самоделка работает отлично. И антенна уже заводская. Антенна Майма. Кабели те же самые. Направление то же самое я выбираю. Давайте пойдем посмотрим, какая там ситуация с сигналами и со скоростью. Так, базовая станция у нас та же самая. БЦ-4Д-07. Частоты те же самые. 1800 МГц на 20. Так, ну вот наши показатели. RSRP у нас минус 80, минус 82. SINR тоже так же в минусе. Видите, 0 прыгает. RSSI прямой сигнал там, ну в районе 48, 47, 50. Так, давайте посмотрим, что у нас там будет со скоростями. Это предыдущие замеры. 9 на 30, там плюс-минус было. Давайте посмотрим, что он нам сейчас даст на панели. Пинг тот же. Так, ну скорость. Сейчас посмотрим, три раза замерим. Три прогона сделаем по такой же схеме. И уже тогда какая-то картинка будет понятна. Так, скачивание. Загрузка, соответственно, да. У нас пошла 25, 26. Тоже в 30 приближается. Ну, первый замер я считаю плюс-минус такой же. Давайте сделаем второй замер. Так, опять смотрим. Пинг у нас 24. Кстати, неплохой пинг. Так, скачивание в районе 12. В районе 12. Загрузка у нас... Давайте посмотрим. Ну, десяточка. Загрузка. Ну, опять под тридцатник идет, да. Вышка перегружена, понятно. Время у нас полдень. Как говорится, Москва. Звонят колокола. Куда деваться? Бывает, знаете, как вот прихожу в места, где интернет под 200 мегабит мобильный, да. Начинаешь замерять. А там раз, два, три мегабита в секунду скорость. Вот такие катастрофические скачки. Да, 200, 270 даже. Я знаю место, где хорошо вылетает в 4G. И там раз, вчера буквально мерил, а там скорость вообще никакая. Там 2-3 мегабита. Просто вышка перегружена капитально. И все, никакая агрегация не включается. Так, это я про смартфон говорил. Здесь у нас модемка от 4. Скачивание, видите, он девятка вообще. Загрузка у нас 26, там, под 30 идет. Ну вот, ребята, вот, пожалуйста, вам реальное сравнение, так сказать, то, что вы просили. Все по объективу, как вы видите, да, тут я ничего не подгоняю. Вот. Все, так сказать, идет последовательно. А, это у нас уже убежало. Я просто на компьютере не знаю, как это вывести. Обычно Amperf использую. А, ну вот оно пошло, да. Вот они, мегафоны. Вот они, да. Вот, получается, у нас, да, примерно одно и то же. Там, давай, что считать. Примерно один фиг. Вот так, друзья, пожалуйста. Вот опять сигналы вам вывожу, чтобы все было понятно. Антенна вообще в ту же сторону бегает. В ту же сторону смотрит. RSRP, среднее значение полученных пакетов. Да, RSRQ, качество полученных пакетов, хороший сигнал. Синер, ну, понятно, что при такой загрузке эфира шумов, конечно, больше. Примерно как на пушке, по-моему, да, то же самое. Ну, там пишите ваше мнение. RSSI минус 50, грубо. Да, примерно вот так. Ну, собственно, я думаю, что все ясно. Отключил я сейчас от модема внешнюю антенну. К сожалению, у нас базовая станция убежала. Тоже самую базовую станцию подвязать не получится, поскольку она, ну, как бы, всегда меняется. Вот. Ну, все ясно, друзья. Это вот мой ответ. Особенно всем, кто там сомневается, думает, что, значит, якобы что-то тут я сочиняю, да, и так далее. Вот вам объективно. Как работает панель, как работает хорошая, подчеркиваю, хорошая пушка, которую мы с вами проверили в резонансе. Она имеет четкий резонанс на 1800, как и панель, собственно, тоже. Прекрасно работает, да, то есть и то, и другое. Дает одинаковые сигналы, одинаковые скорости. Вот. Те, кто думают, опять же, повторяю, что Евгений радист здесь что-то сочиняет, там, перетягивает одеяло на себя, там, и так далее. Я вижу такие отзывы, вижу такие комментарии. Да нет, друзья, я показываю объективно, я все, так сказать, наглядно, чтобы все это видели, понимаете. У меня нет задачи ввести кого-то в заблуждение. Кто хочет, кто может, сделать пушку по размерам. Смотрите мое предыдущее видео, я выложил все размеры, все для вас сделал. Поэтому, честно скажу, немножко удивительно, что так много сомневающихся. Ну, вообще-то, не так много, но, тем не менее, есть они. Ну, вот ответ всем, ответ всем, пожалуйста. Можно пушку, можно панель. Все на ваше усмотрение. Если делаете пушку, делайте ее в резонансе. Найдите там ближайшего радиолюбителя, у которого есть КСВ-метр. Промерите, чтобы она у вас была в хорошем КСВ. Потому что, если вдруг вы сделаете пушку, она будет не в резонансе. Конечно, она будет работать хуже, чем вот такая панель. Понимаете? Ну, мы просто тоже с вами все видели. Показывал я вам, как работает. Вернее, как не работает, так сказать, красивая, внешне, прям блестященькая такая пушка. Но, тем не менее, вот она, так сказать, не в резонансе, не получилось у человека. И все, собственно, никакой там ни скорости, никаких там сигналов, ничего. Ладно, друзья, все, спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Впереди еще очень много интересных тестов. Есть хорошие идеи. Пишите, предлагайте идеи свои. Я их записываю в отдельный блокнот. И обязательно потом стараюсь все это реализовать здесь, на своем канале. Поэтому, друзья, всем всего доброго. С вами, как обычно, Евгений Радист. Ну и пока, пока.